В Самаре усилены меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Ограничивается проведение театральных, развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий. На время приостанавливается работа ночных клубов, кинотеатров, аквапарков, детских развлекательных центров и заведений досуга с массовым скоплением людей. На заседании штаба по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции стало известно о корректировке графика работы общественного транспорта. Мы абсолютно понимаем четко задачу, значит, минимизировать контакты наших граждан. Существует в связи с тем, что мы и школьников, и студентов, и пенсионеров в настоящий момент просим воздержаться от поездок. Поэтому, значит, движение общественного транспорта точно так же является фактором, ограничивающим эти перемещения. Поэтому, исходя из кладающего пассажиропотока, мы выпускаем необходимое количество общественного транспорта на улицу городского округа. Но общественного транспорта достаточно. Все потребности, существующие наши граждане, мы удовлетворяем. Еще одно решение для детей, чьи родители будут задействованы на рабочих местах во время предстоящей выходной недели, откроют дежурные группы в детских садах. Родители, которые будут задействованы на своих рабочих местах, это работники банков, учреждениями здравоохранения, государственные муниципальные служащие, работники магазинов, не должны волноваться. Для всех детей, чьи родители относятся к данной категории, будет организована работа дежурных групп в детских садах. До 14 апреля пожилым людям в возрасте от 65 лет и старше, и тем, у кого есть хронические заболевания, не следует выходить без надобности из дома. За пенсионерами, которым нужна помощь, в быту закреплены соцработники. Для одиноких и пожилых людей, справляющихся без посторонней помощи, действует круглосуточная горячая линия, по которой можно обратиться к волонтерам. Они купят продукты, медикаменты, оплатят коммунальные услуги. Лариса Шалафас, Николай Епифанов, События.